Впечатления очень хорошие, как бы турнир на высоком уровне, все профессионально, подход к бойцам, подход к самому турниру, все организовано, ну, как бы вопросов мне, ну, и у меня, и у моей команды не было вообще, потому что все было на высшем уровне, и было, чувствовалось, что, как и говорится, Глория, да, одна из самых крутых организаций, мы там не были, вот первый раз и побывали, и все-таки, убедились, что она так и есть. Приехали на турнир, уже, где были бои, все организовано, все подписано, кто где, где, с кого место, там, все, что нужно для боя, топировки, там, лед, ведро, там, ну, все подписано, как бы тебе только остается одеваться, свои шорты, там, футболочку намазаться, там, мазью, и все в ринг. Подготовка проходила в моем клубе, витязь файт, вот, очень, если честно, расстроился, и психологически, мне даже отпросился у тренера уехать на пару дней домой, в Украину, потому что я очень расстроился, готовился где-то месяц, полтора даже, и мне, там, за две недели говорят, что Хольским получил травму, я как-то очень расстроился, сказали, что поставят соперника из Франции, Джимми Винот, и мне как-то сразу настроение, настроя пропало, тренер там тоже начал, наоборот, как бы, говорить, что ничего страшного, значит, так должно быть, ну, я все равно взял два-три дня отдыха, собрался мыслями, собрался снова настроем, только на другого соперника, я просто очень давно хотел с Хольским побуксировать, и думал, вот, наконец-то, и это получится, но он, я не знаю, потом сказали, что, как бы, никакого травма у него не было, он просто хотел лучше подготовиться на меня, и боялся, что может проиграть. У него два проигрыша последних, да, и если он сейчас тоже проиграет, то ему можно просто завязывать карьеру, а для меня это ключ, вообще, к победе, ко всему, и добиться всего, что я хотел, и это путь к поясу Глори, да, если я сейчас, дай бог, выиграю Хольскина, то я думаю, что организация Глори сделает мне титульный бой, и у меня все шансы стать чемпионом Глори. Ну, сейчас, как мне известно, у меня на год контракт, и на три боя. Сейчас один бой я провел, победил, и второй бой будет 9 декабря с Никей Хольскиным, и дай бог победа будет за мной, и я думаю, что третий бой они должны или сделать четверку мне, где будет титульный пояс Глори, или, может быть, просто одиночный бой с чемпионом Глори сделают бой. По первому поединку с Джимми Виенотом, скажи, главный вопрос, который заводит, на самом деле, многих любителей кикбоксинга, все-таки опять упирается в судейство. Все видели, и все не слепые, как этот бой прошел, что делал ты, что делал он, разница в скорости, которая бросалась в глаза буквально с первых секунд. В общем, дай анализ своему поведению в ринге, ну и оценка судейского решения, почему один из судей отдал победу Виеноту. Может, родственником был. На самом деле, шутка. Вот. Я думаю, что бой прошел, допустим, ну, конечно, моя сторона, все говорят, что я все раунды выиграл, и сам я каждый бой, где я дерусь, я считаю, во время боя очки свои. Вот я попал, он мне попал, я считаю, раунд кто выиграл, он или я. И я вот в конце боя знаю, проиграл ли я или я выиграл. Ну, после этого боя я был уверен, что победу мне отдадут. Но, так как я дрался у него дома, я еще, у меня были мнения, что могут дать экстра раунд. Вот. И, ну, больше процентов я все равно знал, что победа будет за мной, потому что чистых попаданий у меня было больше, у него практически один или два, то, что я почувствовал. А именно эффективные колени у меня были в голову, чистые попадания. На повторах раз 20 крутили, все видели, удары руками тоже попадал. И после этих повторов я знал, что, когда мы стояли в ринге, в центре, я знал, что по-любому должны мне победу дать, потому что все видно на экране, все видели, что я больше попал и я был лучше. И со стороны соперника, знаете, все думали, что это просто проходной соперник, но Глори все равно дали мне испытания. Это был не проходной соперник, у него было 70 профессиональных боев, его 22 или 23 года, это намного больше, чем у меня. У меня всего лишь 52, мне 23 года. Ему тоже 22-23, а он провел уже 70 боев. И он дрался, наверное, даже с намного круче бойцами, чем я дрался. Тайцев много перебил, которые в топ-5. И у него рекордс хороший, там 50% нокаутов у него. Ну, как бы, боец-то не проходного уровня был. Я вам скажу, что этот Джимми Венет больше, наверное, для меня опаснее, чем Ники Хольски. Я вам скажу даже так. На самом деле он был очень неудобный соперник для меня, очень умный был, он менял стойки, двигался, уходил. Как бы, это был, еще раз повторяю, не просто проходной соперник для меня. Да, я вот недавно тоже давал интервью, и повторюсь, я буду ехать туда с запасом. Запас это что? Я буду ехать, чтобы победить, или просто, чтобы все видели и понимали, что я выиграл в одну калитку, и победа 100% моя, или я буду делать все, чтобы закончить бой во втором, в третьем раунде нокаутов? Я думаю, что такого нету, потому что я вот по себе видел, как они ко мне хорошо относятся. Я вот приехал, они ко мне очень тепло относились, после боя подходили ко мне, улыбались, показывали, ибо круто ты там на ринге танцевал, будешь ли ты 9 декабря тоже так же танцевать, давай, мы ждем. Как бы, я думаю, что просто это бизнес у них, и они сами решают, кто будет драться у них, кто нет, и надо просто смириться, потому что это ихняя территория. Так же самое, наверное, у нас было бы, если бы проводили какие-то организации кикбоксинга в России, и, наверное, так же самое поступали все европейцами. Ну, это у каждого свое, надо просто ехать и быть на все 100% готовым, и просто побеждать любой ценой. Знаете, у меня там больше 250 боев в ринге, и с любителями, и с профессиональным. И у меня это само выходит, этого я не хочу делать, да, оно у меня само как-то вот на опыте, я чувствую соперника, может, даже я этим и расслабляю соперника, отвлекаю, когда я делаю вот эти моменты, он отвлекается, и в этот момент я контратакую. Как бы это моя фишка, ну, кому-то нравится, кому-то нет, ну, это надо смириться, потому что это я делаю неосознанно, это получается в самом моменте, может, кто-то просто в этом моменте ударить, да, а у меня вместо удара получаются вот эти движения, как будто я танцую, и в этот момент я просто отвлекаю соперника, и наношу свой удар или там, контратаку. Ну, я много раз пытался разлиться там на соперника, сделать агрессию, там, во время пресс-конференции, там, взвешивания, толкнуть там или что-то ударить, ну, я не могу так, я чересчур добрый, могу там сделать вид, что я злой, но на самом деле я просто добрый, и моя задача просто выйти в ринге, так же самое сделать с него дурака, просто выиграть бой, и тоже потанцевать, там, опустить руки, и просто показать свое преимущество. Вот этим я могу обладать, но злостью, там, агрессивности у меня такого нет. Я просто делаю свое, то, что я умею, и все. Я не злюсь на соперника, ничего, и стараюсь тоже, как бы злость, и если ты злишься, то у тебя будет меньше получаться, ну, как бы это с моей стороны так. И чем больше ты расслабленный, и чем больше ты настроен на поединок, и то, что тебе говорит твой секундант, тренер, то будет у тебя все получаться в ринге. А когда ты злишься, то у меня, например, не получается. Я стараюсь больше быть расслабленным и делать то, что мне говорят. Пускай гоняет, сколько ему надо, я буду при нем кушать вкусного сладости, и, может быть, даже шашлычка. Как бы у меня с весом все хорошо, я чувствую в этом весе себя очень хорошо. Для меня, как бы, 3 килограмма скинуть, это просто отказаться от сладкого, наверное, или от шашляка, и все. И я готов к бою, готов к взвешиванию, и буду ровно, даже с запасом на взвешивание. Сейчас Харитонов помогает больше звонками, желает удачи, как что, боксировать, ну, как бы больше рядом, на связи, да, потому что сейчас он очень занятой, у него много встреч, и практически в последние месяца-два я его не видел. Вот, а по поводу спарринг-партнеров, скажу вам, у нас в клубе, ведь в свайте есть много спарринг-партнеров, которые моего веса. Есть Шер, который сейчас прошел финал Татнефти, он как раз 80 килограмм, как бы, и мне с ним хорошо работать. Есть Сурик Магокян, тоже дрался на Татнефти, в полуфинале проиграл, тоже 80 килограмм. Роман Маилов, у него 75-77 килограмм, тоже по скорости, с ним приятно тоже работать, как бы, много бойцов, с кем можно поработать, и, как бы, хотелось бы, конечно, еще, чтобы были, мы еще ходим, кстати, на бокс, бойцовский клуб, бойцовский клуб Груша, работаем по боксу, тоже очень много спарринг-партнеров, и, ну, в принципе, достаточно, у меня, по спаррингам, у меня все нормально. Не всем бойцам это подходит, эти правила, например, мне вообще не подходит, потому что я свой первый поединок на ТН, 80 килограмм, когда я только перешел 70 килограмм, я весил около, ну, 77-78 килограмм на взвешении уже в одежде, там, с едой заходил, чтобы 80 мне хотя бы показало, и соперник у меня был, если не ошибаюсь, или голландец, или кто-то, вот. Я его избивал, избивал, но в первом раунде я пропустил один удар и упал в нокдаун, да, а потом три раунда я его избивал, можно было даже ему и много рассчитать, но никто не считал, потому что нужно, чтобы он упал и не встал, наверное, чтобы посчитали. Вот мне эти правила не подходят, и как организация, честно, много раз было конфликт с нашим клубом, ведь и с файтом, когда наши бойцы выиграют и победу там не отдают, ну, честно, не знаю даже, как это прокомментировать, наверное, с каждым свое, и там, в основном, я думаю, что будет хорошо боксировать нокаутером, боксером или кикером, ну, тайцем, я не знаю, что там делать, потому что три раунда соперники от тебя убегают и готовятся на экстра раунд, и в экстра раунде вылаживается, как можно, это считается просто некрасивый бой, три раунда бегать и рассчитывать на экстра раунд, или случайно попал и победил, и потом убегать, я не знаю, как бы, такие правила я не приветствую, надо драться с первого раунда и до конца. Ну, я вам скажу, что много профессиональных кикбоксеров у нас, есть команда Серебренникова и Руслана Кривуши, как бы, вот, два тренера, и там очень много, ну, может, бойцов 15-20 именно профессиональных кикбоксеров и тайбоксеров, я думаю, что в основном идем в К1, в кикбоксинг и все дела, в ММА есть пару бойцов, может, 3-4, кстати, Петр Ян у нас же тоже чемпион ICB, да, вот, ну, в ММА, конечно, только сейчас, наверное, набирается именно именитых бойцов, но в кикбоксинге, конечно, больше людей, которые боксируют. Если бы я, например, умел бы бороться, я, может быть, и тоже перешел бы, потому что сейчас, на данный момент, кикбоксинг не так популярный, как ММА, да, и по поводу, там, который сейчас все бойцы гонятся, там, за гонораром, в ММА платят намного больше денег, чем в кикбоксинге. И почему бы и не перейти, если умеешь бороться и умеешь в стойке драться и попробовать себе в ММА. Я, например, если бы хорошо боролся, то, может быть, тоже перешел бы, но так как я плохо борюсь, я, может быть, когда-то сделаю просто дебют в ММА, чисто для себя, хочу сравнить свои силы с борцом. А так, у меня в планах есть побоксировать по боксу, по профессионалам. Дебют Гехана Саки в UFC ты смотрел, не смотрел вообще? Да, конечно, с Саки тоже общались, и как бы так друг друга хорошо знаем, потому что он турок, я азербайджанец, и общались на азербайджанском, и на турецком я тоже умею, ну, виделись на турнирах. Вот, болею за него, очень, как бы, переход у него, дебют сразу в Glory, говорю, с Glory в UFC, это, как бы, наверное, очень круто с топовой организацией кикбоксинга перейти в топовую организацию ММА. И, как по мне, ну, конечно, у него бой, наверное, не сильно получился, потому что он уже в первом или во втором раунде очень сильно устал. Я не знаю, если бы бой продлился все раунды, и как бы он себя показал бы дальше. Но ударник есть ударник, и он показал, что он бьющий боец, и нокаутировал своего соперника. Он очень-очень сильный боец, и если он захочет, и если он правильный, ну, он и его команда план подберут к ММА, да, UFC, это, в первую очередь, спарринг-партнеры нужно быть, чтобы у него были там топовые какие-то бойцы, какой-то правильный лагерь, там, где все бойцы топового уровня, да, UFC. И надо, конечно, поработать ему над функционалкой, это без этого там нечего делать, особенно титульные бои 5 раундов по 5 минут, это не кикбоксинг 3 по 3, а 5 по 5, это очень тяжело. Я сам вот боролся в зале, один раунд, там, 5 минут, я уже встаю, думаю, что это такое, руки забиты, ноги забиты, и, как бы, это совсем другой вид спорта, там, и я думаю, что, ну, шансы у всех есть, главное, хотеть и идти вперед, и я думаю, что он, если захочет, то победит, и будет двигаться дальше к топам. Да, на самом деле, это было прикольно, все-таки Вахитов тоже, его команда для нас не чужие, не чужие, как бы, тренируемся в одной стране, в России, да, и было приятно, что вот русский тоже парень, тем более я с ним очень хорошо общаюсь, дружим, хороший парень, и вот мне там, например, у него команда, у него, как бы, уже, как он чемпион, у него там много болельщиков приехало, да, с его стороны, там у него и переводчики были, и там разные там люди, да, и мне было полезно там подойти и сказать, там, Артем, там, давай, помоги мне, там, у тебя есть переводчик, пускай там мне переводят, потому что у меня с английским языком, я только сейчас начал учить, и мы с ним хорошо общались, там, он мне помогал, там, что, как, переводить, ну, как бы, когда вот такие люди тоже, тем более, именитые, как Артем Вахитов, и с ним на одном турнире драться, ну, как бы, очень хорошо, и, значит, на правильном пути. Ну, я думаю, что другие организации поднимаются к уровню Глории. Глории, на самом деле, они, я даже не знаю, они не растут, они, наверное, вот как были там на высоте, да, они такие остановились, и больше они, что-то не растут. И вот, а другие организации, у них есть цели догнать, например, Глории, это, извините, Глории и перегнать даже. Тот же самый ICB, тот же самый Кулун, да, и я, как бы, на всех этих организациях дрался, и везде, можно сказать, о титульных боях должен драться. Ну, так как я сейчас подписал контракт с Глорией, я не знаю, что будет дальше. Поживем, увидим, посмотрим, что предложат. Расскажи, пожалуйста, просто кто-то знает, кто нет, про прозвище профессор, почему профессор, кто его тебе дал? Профессор мне в 15 лет, когда я дрался на чемпионате Украины по мужикам, мне 15-16 лет было, это мой первый взрослый, можно сказать, взрослый турнир был, когда все там мужики против меня, и мне там 16 лет. И у меня было в весе около 16 человек по любителям, по тайскому боксу был турнир. И в тот момент мой тренер Руслан Кривушев уехал с другим моим одноклубником на какой-то турнир, и мне помогал Мацеборко из Днепропетровска, Игорь, он помогал секундировать. И он мне дал задачу делать то, да, и то, что мне подсказывал, я все то делал, и соперники вообще не знали, что, откуда я бью, что я бью, и я выигрывал всех чисто насчет ума своего, слушал и делал. И этот тренер меня назвал профессор. И спустя где-то полгода-год я там уже поделился со всеми профессорами, профессорами, начал там читать, что, как. И мне еще моя диаспора там из Азербайджана сказали, что, так, этот Алим, это мое имя, да, и сказали, что это в переводе ученый. И как бы совпало, что профессор ученый, и вот так и осталось прозвище профессор. Да, да, вот в Глории есть система баллов, да, и по этим баллам считают, кто на каком месте. Так как я сейчас на пятом месте, у меня баллов там 400 с чем-то, если не ошибаюсь, то они меня поставили на пятое место, потому что я выиграл Чад Шутгина, это боец из Англии, он выигрывал Гронхольта. И так как он выиграл Гронхольта, я выигрывал Чад Шутгина, мне за это дали много баллов. Потом так же самое я выигрывал Джимми Бейтс, это тоже англичанин, он выигрывал бойца, который сейчас на четвертом месте. Из-за этого мне тоже дали баллов, бонусов. И сейчас я выиграл от хорошего соперника Виенота из Франции. Из-за этого тоже мне дали по максимальному, наверное, много баллов. Из-за этого мне дали пятое место. А Хольскин на седьмом, я думаю, потому что последние два боя он проиграл. И из-за этого его резко убрали с рейтинга. Честно, не знаю почему, я думаю, что он заслуживает где-то быть в тройке. Я думаю, что, смотрите, например, я вот на пятом месте. И мне дают там два или три боя. Например, контракт у меня заканчивается, я на пятом месте. Мне дают там два или три боя, контракт продлевают. И из этих двух боев я должен победить их. И где-то победить тех, кто в тройке. По-любому мне должны из этих двух боев дать кого-то из топ-тройки. Если я побеждаю кого-то из топ-тройки, то сразу же мне могут дать титульный. Потому что топ-3 это, ну, как бы он по-любому дрался за титул. И ты тоже, значит, должен драться за титул Глори. В контракте что написано? Мне вот что написали. Три боя и третий титульный. Вот так. А то, что у других, кто на каком месте, я не знаю, что как. Но главное, что у меня так. Значит, сейчас выиграем Хольскина. И будем драться за титул.